Здравствуйте друзья. В этом обзоре мы с вами поговорим про еще один проект с сайта modcam.ru, который является логическим продолжением ZigBee датчиков растений, про который я рассказывал в одном из своих видео, ссылку я оставлю в описании. Героем сегодняшнего обзора будет станция полива растений, позволяющая автоматизировать этот процесс, причем сразу по трем независимым линиям и управляемая конечно же по ZigBee. Автором этого устройства является создатель проекта modcam.ru, Jagger. Новость о создании устройства датирована 9 ноября 2020 года. Отдельно хочу подчеркнуть то, что все его разработки доступны для повторения, так как вся необходимая информация, включая описание, схему и готовые файлы для заказа печатных плат, доступны на странице проекта, ссылку на нее вы тоже найдете в описании под этим видео. И за это я хочу выразить благодарность лично от себя и думаю, что не ошибусь, если скажу, что и от всего сообщества энтузиастов умного дома. Непосредственно та станция про которую я рассказываю в обзоре, сделана в Украине, за что также хочу поблагодарить Александра из славного города Одесса. Устройство разработано под корпус промышленного производства Sezeong, модель AKNV05, размером 120x120x25 мм. В моем случае входные клапаны насосов уже соединены между собой, так можно делать, чтобы использовать одну общую трубку для забора воды. Корпус позволяет проводить кастомизацию под нужды конкретного проекта. На одной из его торцевых сторон, условно назовем ее фронтальной, выведены три кнопки ручного управления насосами, а четвертой для сброса понадобится скрепка, чтобы предотвратить случайное нажатие. На противоположной от кнопок стороне выведены штуцеры насосов. Входные у меня соединены вместе. Кроме них тут находится 3.5мм аудио разъем, позволяющий подключить внешний датчик протечки и уровня воды. Ну как датчик, по сути работает на уровне замкнуто-разомкнуто. На этой же стороне, только с другого края, находится разъем для подключения питания по microUSB. Тут хочу обратить внимание, что за счет толщины стенки корпуса, сюда подойдет не каждый кабель, длины некоторых разъемов может не хватить. На верхней части тонкое длинное отверстие, закрытая крышкой из полупрозрачного пластика, под которой находятся светодиоды активности и работы насосов. Отдельно в хозяйственном супермаркете, например Leroy Merlin, нужно приобрести гибкую 3мм трубку, переходники, тройники и колышки, или как там они правильно называются, для капельного полива. Разбирается устройство очень просто, необходимо открутить 4 самореза, доступ к которым имеется на нижней части пластикового корпуса, после чего нужно снять верхнюю крышку. Для крепления насосов используются детали, которые нужно распечатать на 3D принтере, файлы для этого также находятся в общем архиве, который можно загрузить на странице проекта. Что же касается самих насосов. По информации от производителя устройства, на момент выхода этого обзора, на Алиэкспресс доступна только модель А с короткими штуцерами, пневматическая. Модель Б для воды отсутствует. Для опыта было проведено сравнение этих моделей, эти фото предоставил мне Александр сделавший эту станцию. Внешнее отличие только в длине штуцеров. При разборке видно, что мембраны у насосов совершенно идентичные. Так что единственное реальное различие модели А и Б, только пластиковые штуцеры и его вполне можно использовать для такого проекта. В станции применен хорошо знакомый всем модуль Zigbee E18MS1PA1PCB на базе мощного чипа CC2530, который способен обеспечить отличное качество сигнала на больших расстояниях. В устройстве есть и пищалка. На уровне прошивки заложено ее срабатывание вместе с отключением насосов в случае обнаружения протечки. Тут же видны кнопки управления насосами и скрытая кнопка синхронизации. Осталось подобрать кабель, как я и сказал подойдет не каждый, из-за того что microUSB находится за стенкой корпуса и после этого приступить к подключению. О том что устройство перешло в режим сопряжения свидетельствует мерцающий красный светодиод. Для работы в zigbee2mqtt необходимо в папку аддона, у меня это config zigbee2mqtt, положить файл внешнего конвертера. Далее его нужно указать в настройке конфигурации и перезагрузить аддон чтобы подтянулись данные о новом устройстве. Либо можно указать его имя в разделе внешних конвертеров в веб интерфейсе аддона. Далее все стандартно. Запускаем режим подключения и ждем пока новое устройство пройдет интервью и появится в системе. Принудительно перевести станцию в режим сопряжения можно зажав четвертую кнопку до одновременного срабатывания всех трех насосов. Станция прошита как конечное устройство, перейдем к ее возможности. Здесь есть ручное включение насоса, в сущности Pump 1, 2 и 3. Есть триггеры по времени в миллисекундах. 2000 это запуск полива на 2 секунды. 5000 соответственно на 5 секунд. Рассмотрим что есть в Home Assistant. Тут имеется 7 свечей, первый это пищалка. На каждый насос есть по два свеча. Ручное включение и включение по таймеру, по умолчанию это 5 секунд. Ручное включение работает пока вручную уже его не отключишь. А при активации таймера, насос по истечении 5 секунд отключается. Эти сущности описаны в файле конвертера, их можно просмотреть и отредактировать. Вот например ручное включение первого насоса. А это его активация по таймеру, по умолчанию как я и сказал установлено 5 секунд. Вот эта строка. Время указано в миллисекундах 5000. Пример установки работы таймера на 30 секунд. При необходимости можно поменять на каждый насос. Но это не обязательно, есть и другой метод. Включить насос на заданную длительность можно и отправкой в MQTT Topic с названием устройства и выбранного насоса, значение таймера в миллисекундах. Для насосов 1, 2 и 3, Topic L2, L3 и L4 соответственно. И включить любой из насосов можно просто отправив в нужный Topic команду с требуемым интервалом, не прибегая к правке конвертера. Мне кажется это удобней. Например можно сделать темплейт выключатель, в котором задать нужное время для полива. Их количество в системе не ограничено. Сам же по себе выключатель имеет смысл если подразумевается возможность ручного управления. Потому что для автоматизации он не нужен. Вот пример, который будет следить за показанием датчика влажности и как только его значение упадет менее 30 процентов, будет отправлять команду в Topic на включение полива на заданный интервал времени. А это лично мой кейс. Автоматизация запускается раз в сутки по времени, с разницей в минуту для каждого насоса. Первый в 12 часов дня. Есть два условия. Первый это виртуальный свитч, он нужен для работы двух инстансов, об этом я как-нибудь обязательно расскажу, но для этого обзора это условие не имеет значения. А второе как раз по теме, и это проверка влажности почвы. Для активации полива она должна быть менее 30 процентов. После этого в Topic насоса отправляется интервал в 30 секунд. В этом действии нет опции retain, сообщение не сохраняется. А во втором действии оно есть. Здесь я в специально созданный Topic пишу время последнего полива. Кстати аналогично я сделал и для шаблонного выключателя, при ручном запуске полива тоже записывается время. Один из вазонов имеет специальный грунт, в котором невозможно корректно снимать показания влажности. Вот такая вот особенность. Растения достаточно поливать раз в неделю, что я и сделал. Тут вместо условия влажности, условия день недели, пятница. Вот как это выглядит. Последний полив был вчера в 12.01. Сегодня для автоматики уровень влажности достаточный. Запустим вручную. Время изменилось на текущее, запустился полив. Смотрим на показания данных грунта. Почти сразу прыгнула влажность. А за ней и фертильность, так как в воде есть немного удобрения. Перед тем как перейти к демонстрации работы станции, пару словов осталось в шлюзе. Устройство поддерживается и в нем, кто бы сомневался, ведь это все-таки можно сказать родственные проекты. Вот данные о поливочной станции, которая получает шлюз. Напомню, в данной версии прошивки, станция является конечным устройством, не роутером. Структура сущности тут несколько другая. Стансоры уровня сигнала, уровня воды и протечки тут такие же как zigbee2mqtt. Дополнительно есть параметр last scene, это время последнего отклика от станции. А вот каждому из трех переключателей насосов есть параметр таймаута. Он обозначен в секундах, это время, которое будет работать соответствующий насос. Эти интервалы задаются вручную, прямо в шлюзе, в зависимости от того, какой объем воды вам нужен, для того или иного растения. После этого включение каждого из насосов будет длиться ровно столько секунд, сколько вы указали тут. По большому счету это разовая акция, установил время и забыл. Без воды насосы жужжат довольно громко, это ручной режим. Режим управления по zigbee. Так пищит биппер. А это работа с водой, почти бесшумно. Пятисекундный полив. Вот мой вариант установки станции на подоконнике, где у меня как раз находится три горшка с растением, которое мы постоянно забываем поливать. В качестве емкости для воды я использовал литровое пластиковое ведро из под йогурта, с крышкой. В крышке сделал отверстие для трубки. Для каждого растения, да простить меня это фиалка за сломанный моими кривыми ручками листик, я сделал разводку на две точки полива. Вот так выглядит сам полив. А это грунт с которого нельзя снять влажность, тут полив раз в неделю по расписанию. Еще раз полив крупным планом. Из того что еще не сделано. В емкости для полива в пластиковом ведре, сделать датчик уровня воды. Мне не хотелось просто кидать два провода, так как они наверное быстро окислятся и я пока в поиске адекватного решения. В целом же очень классная задумка, работает, причем эффективно и удобно. Подливать в одну большую емкость воду раз в пару недель, всяко проще чем по отдельности каждое растение. А тут еще можно четко регулировать нужный объем воды. Так что у кого руки стоят, заказывайте и паяйте сами. А у кого нет либо квалификации, либо желания и возможности сделать самому, можно заказать готовое устройство. Ссылки для этого я оставил в описании. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok